За последние пять лет на этом участке произошло восемь повреждений. И это на себе постоянно ощущали жители соседних домов, образовательные и медучреждения. Улица Диповская. Трубопровод здесь проложили еще в 64-м году. Долгожданный капитальный ремонт начали в мае. Тепловые сети на этом объекте проходят под трамвайными путями, что усложняет работу. Но уже к 7 августа ремонт завершат. И это лишь один из участков в городе, который попал под реконструкцию. В этом году ремонту, реконструкции, модернизации подлежит 30 километров тепловых сетей. В ремонтную программу мы заменим 18 километров, по инвестиционной программе 12 километров. На это планируем потратить 1,3 миллиарда рублей. Мы контролируем не только сроки, качество, но и работаем с жителями. Разъясняем, что необходимо немного потерпеть. Есть определенные неудобства, но сегодняшняя работа по восстановлению магистральных и иных сетей, она, конечно, позволит городскому хозяйству в зимний период переносить те проблемы, которые были ранее. И вообще, может быть, даже исключить это и отключение, и порывы. И действительно, например, этот участок, по словам специалистов, не должен преподносить какие-то сюрпризы на протяжении 30 лет. Кстати, параллельно с ремонтом тепловых сетей энергетики сейчас проводят гидравлические испытания. Впервые они проходят по новой схеме, поэтапно, по магистралям. Сроки отключения горячей воды, как могли заметить барнаульцы, в этом году сокращены. Я считаю, что город Барнаул, отопительный сезон, назовем его 20-21 года, прошел достойно. Нам необходимо с вами 15 сентября приступить к отопительному сезону. У нас с Ансанычем более 120 объектов, по-моему, 117 объектов. И уже на 50% они сегодня приступили к работам. Я не надеюсь, я уверен, что работы будут эти исполнены. Добавим, что последний этап гидравлических испытаний по контуру барнаульской ТЭЦ-3 начался накануне 28 июня. К испытаниям по контуру ТЭЦ-2 специалисты приступят 19 июля. Ирина Корчагина, День с толком.